Это «Вести утро» Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курачинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. В горах минус 4, плюс 1. Днем плюс 17, 22. И местами до плюс 15. В Черкесии переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5. Днем плюс 20, 22 тепла. В картинной галереи Черкесск открылась выставка, посвященная Дню Возрождения Карачаевского народа. Работы художников республики, уникальные исторические фотографии, старинные и современные предметы быта. Дарья Тендиц, место события. В трех залах галереи представлены работы мастеров Карачаева Черкесии, элементы быта и одежды депортированных. Картины, изделия из глины отражают события непростого времени для карачаевского народа. От имени главы Рашида Тимрезова поприветствовал собравшихся первый заместитель руководителя администрации, главы и правительства республики Марат Хубиев. Эта выставка несет очень глубокий смысл, вот как сегодняшнего, так скажем, нашего населения, жителей Карачаево-Черкесии, а также для молодого поколения нашей республики, для того, чтобы они впитали всю историю народа в Карачаево-Черкесии. Сотрудники музея-заповедника провели кропотливую работу по отбору ценных и оригинальных экспонатов. Также планируют собрать аудиозапись воспоминаний наших земляков о событиях тех лет, чтобы сохранить и передать будущему поколению, поделился Хаджимурат Эльканов. Молодежь должна знать истоки, не забывать. И самое главное, наверное, мы должны проводить такие выставки и помнить такие даты, чтобы впредь не повторялась наша история и в истории всех народов, чтобы такие темные, скажем так, дни и годы не повторялись. Мы должны об этом помнить. Коллекция вышитых национальных платьев художника-модельера Заремы Хабчаевой – авторская работа. Ее творчество получило широкое признание как в России, так и за рубежом. Она отмечена многочисленными наградами и дипломами. Целью ее работы является сохранение популяризации кавказского костюма в современной жизни. Из прошлого в настоящее, можно так сказать. У нас есть старинные изделия, которые идут уже вместе с нами, шагают с нами рядом с этим временем. Наши национальные, но уже в современном стиле. Министр культуры Зурапа Гербов отметил, что это событие открывает цикл мероприятий, посвященных праздничной дате. Особо ценно то, что на выставке представлены не только предметы старины, бережно сохраненные народом в сложнейшие времена, но и современные экспонаты, символизирующие движение народа в будущее. История жива, а значит народ будет жить. Поэтому я хочу поблагодарить вас за то, что вы именно выставку нашу посетили сегодня, потому что каждая из этих работ – это тот самый символ, та самая ценность, которую мы пытаемся сохранить и привить нашему молодому поколению. В течение 14 лет карачаевцы жили, мечтая вернуться домой. 40 тысяч невинных душ навсегда остались на чужбине. Горы молчат, но помнят все. Эти работы утверждают о том, что всякое злодеяние рано или поздно ставится на колени перед справедливостью и правдой. Сегодняшняя выставка – яркое свидетельство тому. Выставка «Возрождение» будет работать до 15 мая. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести Северный Кавказ». Затем вашему вниманию будут представлены программы русской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Муратом Джанкиозовым. Удачного дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова